МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имена героев Советского Союза увековечены в обелисках Югры. Каждый внёс свой вклад в историю Великой Победы, пройдя через огненные годы войны. Они всегда будут служить примером святого чувства, любви к своей отчизне. Изучая судьбы наших героев, мы обращаемся в архивы к воспоминаниям родственников, очевидцев и современников. Ведь кто-то из героев не вернулся с полей сражений, а у кого-то долгая послевоенная биография. На уникальных кадрах встреча с прославленным земляком югорчан, героем Советского Союза Фёдором Петровичем Пуртовым. Я родился на юге Тюменской области. Это Ярковский район, деревня Бачкун. В этой деревне, это Таёжная деревня, расположенная на Каболе, я окончил три класса в своей сельской школе. А четвёртый класс меня отвезли на 12 километров, или тогда верст, в деревню Плеханово, где я окончил четвёртый класс. А вот пятый класс я учился уже за 60 километров. Когда стал организовываться новый город в районе Самарова, он назывался Осяковогульск, вот туда отец, он строитель, мы переехали с семьёй. И он строил из дерева, из леса, вот этот первый город. Так началась моя жизнь вот в этом Ханты-Мансийске, в этом Таёжном городе. Я долго привыкал к природе, но так как у меня один дядя был охотник, он снабдил меня оружием. Это первая моя была тулка, переломка, 20-й калибр. Вокруг Ханты-Мансийске, по тайге, и дальше проводил своё там свободное время. Ну, а остальное, конечно, и отдавал учёбе. В 1938 году Фёдор Петрович окончил среднюю школу в Ханты-Мансийске и поступил в первое московское артиллерийское училище. После курсант Пуртов отправился на службу и попал в Краснознамённую армию Приморского края. Там и началась его война. Мы находимся сейчас на таком историческом перекрёстке. Здесь располагался окружной военкомат. И как раз большая часть призывников уходила именно вот с этого места. То есть они здесь выстраивались, их осматривали, проходили комиссию. Если они были годны, то, конечно, их призывали. И как раз ещё до войны, в 1938 году, Фёдор Пуртов отправился из тогда ещё Стяково-Гульска в Москву. Он мечтал ещё быть лётчиком, но когда он подал заявление, лётчиков, конечно, было ограниченное количество, это единственная элитная такая военная специальность. Лётчиком у него не получилось стать, но он стал артиллеристом. В Москве он окончил курсы и впоследствии уже попал на Дальний Восток. В 1940 году там проходил службу. Как я узнал о войне, это было просто. Я был дежурным по училищу, и вдруг, неожиданно, получает телеграмму. Сверху там написано «Скрыть секретный пакет». А в комнате был секретный пакет. Ну, есть приказ, я просто удивился. Я вскрыл этот пакет, там написано, значит, чтобы вскрыть этот ящик, вскрыл, и там, значит, написано действие на случай этого, чрезвычайных происшествий. Что эта война началась, это потом позднее, а это было предварительное. И мои какие действия? Действия, как дежурно по полку. Я сразу пошел в городок, позвал командира полка, панику я не понимал. Приказано сильно прекратить, произвести затемнение. Он сказал, выполняя свою задачу, стали перебрасывать под мотку, в мотку культурного оборона, в так называемые сибирские дивизии. Воин-сибиряк – это не просто солдат, отлично владеющий винтовкой. Он вынослив и прекрасно ориентируется на местности. Ведь большинство новобранцев были выходцами из деревень и поселков, где выживание в тайге учат с детства. Потому сибирские дивизии формировались отменными бойцами. Летом 43-го в звании капитана Федор Пуртов принимает участие в боях на Орловско-Курской дуге. Позже, командуя артиллерийской дивизии, он пройдет всю войну. Прорывал вражескую оборону в республике Беларусь и освобождал Польшу. Форсировал реки Западный Буг – Одр. Сложнейшие боевые задания югорский солдат выполнял с честью. Когда был успех Курской битвы, он именно за участие в Курской битве получает свою первую награду. Это орден Красной Звезды, был очень почетный, боевой орден. И тогда уже заметили его талант руководить и добиваться поставленной цели. В конце июля 44-го года получил как раз такое задание – форсировать реку Висла. Как известно, Висла – это очень такая полноводная, широкая европейская река. И форсировать реку было весьма непросто, потому что немцы очень сильно держались за это место, укрепились. И по расчету Пуртова было такое задание, что взять, собраться и выбить врага, занять позицию и удерживать ее. Здесь Федор Пуртов как раз проявил все свои вот эти вот накопленные знания, опыт боевой, который у него был уже за несколько лет сложился. Ему удалось уничтожить немецкие зенитки, положить отряд гитлеровцев и форсировать Вислу, занять эту позицию и удерживать ее. Немцы несколько раз пытались, по-моему, в шесть раз пытались принимать контратаки, выбить наших, но это им не удавалось, потому что наши держались и стояли тут насмерть. В конце июля 44-го, в начале августа, Федор Пуртов выполнил боевую задачу по захвату Плазарма на противоположном берегу реки Вислы, он был представлен к награде, был написан на него рапорт и был представлен к награде «Золотая звезда героя». Я узнал просто случайно. В обед сел кушать за столом в окопе там и принесли газету «Известия». Смотрю, фамилия моя. Я еще раз бросил ловку и прочитал «Путта Федора Петровича». Думаю, это кто-то другой. А когда узнал еще там три героя, а это мои подчиненные, я узнал, что это указ по моему дивизиону. Вот оттуда я узнал. Это было 21 февраля, 22 февраля, 45-го уже года, а то было в 44-м году еще, в августе месяце. Я же не поверил, я уже герой Советского Союза. Но принял я это заслуженно. Я выполнял приказ из Сталина, в котором было сказано, за форширование водных преград, таких как Днепр, от Смоленска до Черного моря, то первые награждать и присваивать звание Героя Советского Союза. Вызвали меня в Берлин, в Карлхорст, и Жуков, Жукову привели меня, и Жуков вручил мне эту звание, эту звезду Героя Советского Союза, грамоту и орден для Ленина. Ну, он ниже меня, он смотрел на меня сверху, снизу вверх, а я на него... Он посмотрел, посмотрел, здоровый ты, похлопал меня, держись! Пожал руку, говорит, служи! В 1953 году Фёдор Пуртов – выпускник Московской военной общевойсковой академии, уже в звании полковника. В 1962 окончил высшие академические курсы при Военной артиллерийской академии, служил в Московском, Прибалтийском, Прикарпатском и Киевском военных округах. В завершении послужного списка – военный советник при командующем артиллерией армии Судана. В 1974 году генерал-майор Пуртов вышел в отставку. В 1991-м вместе с семьей он переехал на Украину, где и прожил почти четверть века. Он всегда с теплотой вспоминал свой родной город, расположенный недалеко от слияния Аби-Иртыша, и даже навещал своих земляков. С Федором Петровичем долгие годы общался, конечно же, наш знаменитый директор школы – это Юрий Георгиевич Сазонов. Очень много у нас есть информации, которая хранится в нашем музее. Есть письмо, например, директору средней школы, товарищу Сазонову, где Федор Петрович передает боевой фронтовой привет в честь юбилея, победы очередного советского народа. Имеем поздравительные открытки от Федора Петровича. Писал, что дорогие учащиеся и педагогический коллектив моей родной школы, примите сердечные поздравления с 40-летним юбилеем победы советского народа над германским фашизмом. Встреча всегда, через годы, через расстояние у нас были. Федор Петрович бывал в городе Ханты-Мансийске, бывал и в школе, встречался и с учениками, встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Есть у нас вот такие вот памятные газеты, сохранившиеся с того времени. Очень любил он нашу школу, всегда он с нами дружил, охотно шел на все разговоры, охотно встречался. Ну, самое последнее, наверное, знаковое событие, которое у нас с Федором Петровичем было воочию, это же, конечно, когда Федор Петрович приехал на открытие школы в 2005 году и открывал уже барельеф Юрию Георгиевичу и принимал участие в открытии самого здания школы. И, естественно, мы открывали тогда после реконструкции наш памятник ученикам и учащимся и учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Присутствовал он также у нас, Федор Петрович, 9 мая на линейке. И тогда линейка нашей памяти проходила не традиционно возле нашего памятника, а проходила в Парке Победы. Это было очень большое, грандиозное мероприятие, когда мы также еще в те далекие годы выносили портреты своих погибших учеников и учителей. Друзья, мой родной, полный номер один, Рожжите мне в этот торжественный день, в этом Парке Победы, поздравить вас с великим праздником Днем Победы. Подвиг, который совершил советский народ, народ-герой, народ-победитель, подвиг по имя Победы, который совершили Сибирьки, будут жить в веках и вечерах. Вы знаете, что Сибиряки совершили, перенесли в Лепту Великую Отечественную войну, как и кто другой. Сибиряки были на всех фронтах Великой Отечественной войны, на острые атак. Они были упорные в обороне. Где не участвовавший Сибиряк, там поддерживали победу. Я наблюдал и видел многие Парки Победы, но то, что сделали Сибиряки здесь, в такой аллее героев Советского Союза, вряд ли найдется в России. Дети первой школы всегда знали, что есть портрет Федора Петровича в школе, что этот человек всегда с нами на связи, что они имели уникальную возможность в те годы, когда он приезжал, всегда с ним встречаться. Он рассказывал о том, как он проходил свой боевой путь, как он жил и работал и после уже Великой Отечественной войны. И всегда передавал такие вот трепетные эмоции свои. Не скупился и на слезу, хотя был очень такой стойкий, на мой взгляд, мужественный человек. Красивый, высокий, статный. И до последнего он был именно таким всегда. После того, как Федор Петрович уже по состоянию здоровья не мог приезжать в город Ханты-Мансийск, мы, конечно, с ним все время созванивались. Ну, созванивались более часто, конечно, это на день рождения у него, он 12 марта. И созванивались на каждую годовщину победы. Это первый звонок мой утренний был всегда. Он всегда искренне радовался нам, всегда искренне говорил, что мы первые, потому что вы первая школа, вы первые мне позвонили, вы первые меня поздравляете. Последний раз, когда мы с ним общались, Федор Петрович доложил мне, так сказать, как положено в День Победы о том, что у него готовится новая встреча сегодня, не только со мной звонок. Это как раз была встреча по видеоконференц-связи, организованная Натальей Владимировной Комаровой, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Максим Павловичем Ряшиным, главой города Ханты-Мансийска. Ну, Федор Петрович очень ждал этих звонков. Здравствуйте, дорогой Федор Петрович. Здравствуй, Федор Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот рядом со мной глава города Ханты-Мансийска, Ряшин. Максим. Рядом. Здравствуйте. Приветствую мэра города. Да. Здравствуйте. У нас сегодня прошли демонстрации. Весь народ прошел в составе бессмертного полка. Все вспоминали ветеранов и вас вспоминали. Передаем вам большой-большой привет. И будьте здоровы, и веселы, и счастливы. Ну, молодец. Ну, спасибо. Истинная, истинная рассветка. Спасибо большое. Спасибо большое. Как вы себя чувствуете? Здоровье моё, в целом-то, неплохое. Но у меня были плохо работают души. Некоторые отцелилили. Ну да. И они закладывают. Понятно. Ну, а остальное буду бороться с болезнями. Ясно, молодец, боец. Всегда, когда он обращается, встречается здесь, молодёжью, с людьми, приглашает. Он всегда начинает, кто я? Я, говорит, Сибиря. А потом военные, а потом это. И этого он никогда не чуравит, не стесняется, а начинает с того, что я Сибиря. Этим всё скажет. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень рада, что смогла с вами поговорить. Пусть останется... У нас останется в памяти эта наша встреча. И ваши добрые слова в отношении нас, жителей автономного округа. Самое главное, чтобы эти примеры не были забыты. Это достойный человек, который, в общем-то, начал войну на западном фронте только в 43-м году. Их перебросили с Дальнего Востока. Он начинал служить на Дальнем Востоке. И, в принципе, опасаясь нападения Японии, войска там оставались довольно-таки долгое время. А в 43-м году он попал только на западный фронт. Вот за эти два года, в общем-то, он проявил себя как настоящим мужчиной, как настоящим патриотом, героем страны. Ну и я горд, что я живу на земле югорской, откуда он, в общем-то, и вышел. Чувство огромного уважения. Уважения, преклонения перед людьми, перед ним, перед людьми его поколений, которые нам позволили видеть вот это голубое свободное небо и жить в свое удовольствие. Прославленный сибиряк скончался в Харькове в 2017-м на 97-м году жизни. Он похоронен там же, но память о Федоре Пуртове навсегда поселилась в Ханты-Мансийске, в городе его юности. О нем пишут сочинения школьники, его биографию изучают краеведы, создают фильмы-документалисты. Герой Советского Союза Федор Петрович Пуртов навечно останется в истории Югры, в истории России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова